Приветствую вас на нашем канале. Проблема обвисших щек начинает беспокоить женщин в возрасте после 30 лет, ведь со временем кожа теряет упругость и начинает провисать под действием гравитации, что приводит к изменению формы овала лица и появлению брылей. Этот симптом старения кожных покровов придает лицу неухоженный, стареющий вид. В народной медицине есть множество способов подтяжки обвисших щечек. Самый простой и вместе с тем действенный способ – делать в домашних условиях маски для лица, которые подтягивают дряблую кожу. Их единственный недостаток заключается в необходимости постоянного, еженедельного применения. Для приготовления первой маски необходимо взять 3 столовые ложки натурального йогурта, добавить 2 столовые ложки овса и 2 столовые ложки тертого апельсина. Смешать все до образования однородной массы и нанести на лицо на 20 минут. Апельсины богаты витамином С, который помогает вырабатывать коллаген и задерживает преждевременное старение кожи. Поэтому в дополнение к еженедельным маскам желательно придерживаться диеты с включением продуктов, богатых витамином С. Для приготовления второй маски необходимо смешать небольшой огурец с 1 ложкой сухого молока и 1 яичным белком. Нанести на лицо и шею на 10 минут. Затем смыть водой. Такая маска помогает сделать кожу более упругой. Для приготовления третьей маски надо 5 грамм дегтярного мыла, развести до появления пышной пены, смешать с 3 граммами морской соли и 5 граммами манки. И получившуюся смесь нанести на лицо, через 6 минут смыть и применить увлажняющий крем. Этот способ помогает удалить ороговевшие частички кожи и глубоко очистить эпидермис. В отличие от других масок такое очищение достаточно проводить раз в 3 недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!